Здравствуйте, с вами канал NaimDB. Иногда бывает, что с каким-то человеком вас безумно тянет друг к другу, но любовь оказывается короткой и даже мелкая ссора может разрушить отношения навсегда. Водолей и рак Водолей и рак притягиваются друг к другу как два магнита, но конечно есть много факторов, которые просто не позволяют им быть вместе. В дружбе у этих знаков проблем не возникает, а вот романтические отношения почти сразу превращаются в настоящий апокалипсис. Водолей слишком холодный и отстраненный, что медленно сводит рака с ума. Конечно в итоге пара как будто бы находит компромисс, который устраивает только одного. Водолей полностью подавляет романтичного и верного рака, заставляя его мириться с таким образом жизни. Отношения становятся токсичными, потому что либо водолей не может обрести желанную свободу, либо рак не может почувствовать себя нужным и в безопасности. Овен и телец Овну и телцу желательно тоже держаться друг от друга подальше, потому что сначала между ними проскакивает искра и начинается настоящий пожар. А после независимый Овен начинает предпринимать попытки отстраниться от партнера, махнуть рукой на быт и воспитание детей и отправиться на поиски приключений. Все эти кастрюльки, пеленки и уборка вообще не подходят этому знаку зодиака. А вот телецы любят уют и комфорт, поэтому будут постоянно испытывать стресс от окружающей обстановки. И в целом следует помнить, что стихии Огонь и Земля несовместимы. Конечно, могут быть исключения, но лучше не проверять и не рисковать. Весы и рак Казалось бы, весы и рак вполне могли бы поладить, потому что во многом похожи. Один знак не может принять решение, потому что постоянно взвешивает все «за» и «против», а другой просто любит усомниться в своих силах. Но, увы, весы слишком кокетливые для раков, которые ищут любовь раз и навсегда. Водному знаку придется регулярно ревновать воздушный, потому что кокетство для него – это не просто стиль общения, а стиль жизни. Рак будет пытаться изо всех сил выразить глубину своих чувств, но порой казаться холодным. А весы откроются новым отношениям, как только почувствуют недостаток любви. Скорпион и лев Не думаю, что стоит подробно объяснять, почему два борца из зодиакального круга друг с другом не ладят. И хотя льва всегда тянет к скорпиону, а скорпиона – ко льву, отношения у них не складываются. Конечно, водный знак окутан таинственностью и сексуальностью, а львы привыкли получать самое лучшее. Но как только конфетно-букетный период подойдет к концу, в паре начнется игра на выживание и постоянное перетягивание одеяла на себя. Даже самоуверенный лев не чувствует себя уверенно в отношениях со скорпионом, потому что не понимает, что тот чувствует. И в итоге контроль с обеих сторон приведет к тому, что пара неминуемо расстанется на фоне серьезных конфликтов. Рыбы и близнецы Рыбы и близнецы невероятно похожи друг на друга. И, видимо, в этом и заключается их проблема. Говорят, что мы обычно испытываем неприязнь к тому, кто похож на нас как две капли воды. И водные, и воздушные знаки отличаются сдержанностью и веселым нравом. Так что не стоит удивляться тому, что изначально их тянет друг к другу. Однако быть похожими – это не одно и то же со словами быть вместе. Рыбы делают все, чтобы задушить свои нравных близнецов, мечтающих о личном пространстве. Конечно, начало таких отношений будет романтичным, захватывающим и страстным. Но позже ситуация ухудшится, начнутся конфликты. И рыбы, которые поймут, что не могут изменить близнецов, просто распрощаются с ними. Козирог и телец Если вы скажете, что козирог и телец очень похожи, то не ошибетесь. Однако если мы говорим о знаках зодиака, то иногда лучше работает правило «противоположности притягиваются». Оба относятся к стихии земли. Оба терпеливые, решительные и любят перестраховаться. А еще очень любят деньги. Но вот тут, и начинаются проблемы. Козироги неохотно прощаются с накопленными благами, предпочитая тратить их с умом. А телец может отдать последние деньги за толстовку с прикольным принтом. На почве денежного вопроса в паре могут начаться первые разногласия. Если кто-то из них будет готов усмирить себя, то пара может стать вполне гармоничной. Но такое вряд ли возможно, потому что тельцы почти всегда считают себя правыми и почти никогда не признают свои ошибки. Водолей и Скорпион И замыкает нашу подборку парочек, которые не могут друг без друга, а вместе им еще хуже. Водолей и Скорпион. Им в принципе лучше не становиться парой, если оба хотят сохранить психику и здравый рассудок. К сожалению, страстные и ревнивые Скорпионы не могут понять водолеев, которым важны их эмоции и платоническая любовь. Конфликты в паре возникают на почве ревности со стороны водного знака, и из-за того, что Скорпион постоянно старается доказать свою исключительность и показать превосходство над водолеем. Но воздушный знак такого отношения к своей персоне не терпит, а потому предпочитает выйти из отношений и остаться в одиночестве. Делитесь своим мнением в комментариях, подписывайтесь, ставьте лайки и нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить новые ролики. Поделитесь этим видео с друзьями. А с вами был канал NaimDB. Спасибо, что вы с нами и до встречи.